Смотри, из-за чего мы все это начали. Вы хотите убрать количество людей к замене, чтобы не столько людей на замене не было, и ускорить прохождение рейда. По факту. Если не было... Ну как нет? Покер, какое количество людей на замене. Я думаю, что просто не было вот этих вот пересадок, там пересумонов и так далее. Ну так вот, чтобы не было этих пересадок и сумонов, не было столько людей, скажем так, на замене. Ну, потому что если они будут на замене, то пересадки по-любому будут. Это один из вариантов, как это исправить. Ну хорошо. Давай тогда другой вариант, как исправить вот этот момент, чтобы не менять людей. Какой им профит тогда приходить? Другой вариант, что они сами приходят и говорят, что им что-то надо. Смотрят на стриме за SM-рейд и пишут там за 5 минут до подхода к боссу. Мы это уже практиковали в прошлый раз. Все равно это не сильно ускоряет. И паза в прошлый раз. Но если на то пошло. Саш, я скажу тебе честно. Мы с тобой долго общаемся. Очень долго. Но ты не хочешь понять. Ты стоишь штуку на своем. Причем здесь не хочу понять. Подожди. Мы тебя не понимаем, а ты не хочешь нас понять. Ну, потому что ты уже, ты человека по-разному, или эту мысль. Ты все равно приходишь к одному и тому же. Я не знаю, почему. Да при чем здесь агрессивно? Хорошо, давай за ее мысль еще раз. Я честно тебе скажу, этот разовор разбирает. Да потому что ты... В том-то и дело. Вот ты сейчас говоришь, что вы не хотите меня понять? Точнее, я не хочу вас понять. Так вы не понимаете то, что я хочу вам сказать. Ну... Ты к этому возвращаешься все равно. Ты не понимаешь, что люди будут... Не хочу. Ты два кучи времени дополнительного. Так хорошо. Смотри, подожди. Подожди. Я не могу тратить. Я не могу тратить. Погоди. 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 Смотри. Ты ничего не теряешь. Смотри. Я очень... Вот, допустим, у тебя один персонаж. Один персонаж, да? У тебя один. Ты отрейдил меня пристел. Окей, ты забыл. Приходит человек, слушай, подослушай, пожалуйста. Приходит другой человек. Вот окей, он не попадает в мейнрейд. Он сидит на замене весь рейд, то бишь, там сколько мы идем? Словно три часа он сидит. Он не заходит на замене. Он просто сидит на замене, потому что он не лутает. Второго рейда нету. Он идёт с пугами и что-то там лутает. А так, он идёт во второй рейд, идёт во второй рейд, который будет созданный гильдой, типа. И там лутает шмот. Но он опять же тратит время. Понимаешь? Он тратит время. Я предложил, то бишь, чтобы он за первый рейд, который сидит на замене, они лутали половину ИП. А мотивации приходить во второй рейд было 100% ИП. Ну хорошо. Ну хорошо. Дальше. Я со старта на замену сяду. Подожди, да, я с первой рейд на замену сяду, получу 50% ИП и потом приду на второй рейд. Тогда давай я тоже буду так делать. Но если ты на замене сидишь, то не значит ты получишь и без КД уйдёшь. Тебя могут на любого босса позвать, сказать, у нас ещё за ФК, тебя забрали. Если ты не приходишь на то же замену, то есть говоришь, я не хочу, или у тебя нет на месте, тебе просто минусуют ИП за это. И ты не получаешь эти 50%. Но смотри, всё равно люди будут стремиться идти в первый рейд, потому что он топовый, он будет проходить всё максимально быстро. И он будет готовиться к ЦЛК ХМ. Это будет основное, разве все будут хотеть туда попасть? Это я перебью или вас? Я просто столкнулся с этой же ситуацией в другой гильде. И, короче, ну как сказать, я теперь в вашей гильде и другие люди в другой гильде. Вот и всё. Там нахуй то же самое было. Я это тебе не говорю, что будет 150% ЕП будет получать, кто-то 100%. Я не к этому, я говорю к тому, что просто лишние люди со временем уйдут. Ну, я ослоняюсь больше к этому. Потому что у нас было как? Люди стали приходить, замена, второй рейд, второй рейд не состоялся, кто-то психанул, либо замена, и в итоге люди просто ушли. Ну, кто-то остался, кто-то ушёл. Допустим, я ушёл, потому что мой ДК никуда не залазил. Хоть я был там в топ ДПС. Потом ДК Т4 вышла, ДК оказалась в жопе, и его уже особо брать не стали. И я просто ушёл. Всё. Сто пятьдесят процентов ЕП будут плутать реально единицы. Просто допустим... Если хочешь это предотвратить, то можно просто давать людям фу ЕП за первый же рейд, даже если не сидели на земле. Но они должны суммануться в рейд и принять КД. Даже в конце наличие. Стоять, сто пятьдесят, хорошо. А смысл тогда, стой, принять КД, а смысл тогда от второго рейда. Стой, стой. Я к чему веду? Окей, если ты хочешь как-то соградить ЕП, окей, ты даёшь обязательства, не знаю, типа вот. Мы даем вам сто процентов ЕП за первый рейд, но вы сто процентов, кто на замене, приходите во второй. Если вы не приходите, вам минус двести процентов ЕП. Как-то так, если ты не хочешь давать сто пятьдесят процентов людям, которые на замене. Ну, типа... Это уже другой разговор. Ну, они должны дать обещание прийти сто процентов, условно, я не знаю. Ну, а там у человека зуб пошёл лечить, там мама, кот заболел и так далее. Ну, не пришёл. И что, ему минусовать ЕП? Ну, да. Ну, так и для этого это и делается, Саш. Ну, понимаешь, что типа вот мотивируются люди, приходили в второе рейд. Он слабее. Смотри, погоди, да слушай, второй рейд изначально будет слабее. Он не факт, чтобы проходить на фул. Они будут за всех боссов лутать, типа за двенадцать боссов ЕП. Они-то могут залутать за восемь боссов ЕП. Какой рейд соберётся? Если он пойдёт ещё с пугами и так далее, то как там будут распределяться? Это надо, типа, короче, решить. Они не будут лутать овер до хуя ЕП. Это, не знаю, счёт я так себе взял. И не все будут хотеть там где-нибудь замену, типа за счёт залутать ЕП. Ну, вот я уже хочу на замену. Я хочу уже на замену. Ну, хорошо. А если ты там не убьёшь? Ну и что? А мне синдра не нужна. Ну, в общей сумме я всё равно больше ЕП получаю. Мне нужно вот как раз семь-восемь боссов. Если ты на замене, то это не ты решаешь, когда тебя позовут в рейд. Если ты не пришёл в рейд с замены, значит ты хуёвая замена. Ты вообще не на замене. Ты не нужен. Завут, а нужен рейд у человека. Всё. На секунду, на секунду. Подожди, Паня. Мне нужно будет это всем людям. Это всем людям вот это вот нужно будет объяснять. То есть тебе это просто, блин, а мне нужно будет всем людям. У меня есть вот куча людей там. В смысле? Это здравая логика, бля. Пиздец. Ну, пиздец. Ну, окей. Ну, погибай. Почему не сделать, блядь? Смотри. Не хочешь, ты давай 150% ЕП. Придумай другую мотивацию, чтобы они приходили в другой рейд. Зачем человеку уйти тратить время, если ты заменит тут, блядь, 3 часа, а потом уйти в следующий рейд, который не находит. Вот я тоже самое хотел сказать. За что ему сидеть там? Типа у него персонаж одетый. У него персонаж нет. И ему там надо единственная какая-то шмотка, условно, которую он даже в столом рейде может не залутать. О, ты был, подожди, ты был, к примеру, человек-то вышик. Ты был человек-то вышик. И все. Больший что и надо. Синдром во втором рейде, я уверен, не убьют. И как его, ну, типа, как его замотивировать? Ну, просто со стороны. Вот замотивируй меня, блядь, пойти потратить время на два рейда. Типа, просто вот, возьми в голове, вы рассуждая о себе. Я ж не волю, что там, я хочу утонть двойной епай. Я хочу, чтобы, типа, подсобить в этом во всем. Если это тебе вообще не нравится, кардинально, потому что мы уже долго с этой стороны бадаем, просто давай ничего не будем делать. Я тебе придумал вариант, как замотивировать, приходить в одно время, собрать в одно время, говори, да вот тебе мотивация. Он получать будет за первый рейд, типа, я сам готов пойти во второй рейд. И тех людей, которые уже одеты, забрать. Ну, которых нет ЕП, скажем так, забрать, чтоб они что-то пороуз забрали. Вадим, ты не понимаешь, ты жил, говори, не понимаешь. Ты, мейн РЛ, ты главный, типа, на данный момент. А какая разница, ватне может поролить? Да ты, и есть разница. Это даже я видел, взломание, вот мы взломать пошли, некоторые люди, там, даже девочки, возмущаясь то, что там Ваня, плат на мать и разговаривали. Им это не нравится. Они любят играть с тобой, ты общаешься более адекватно, типа, более мягко. Бля, обидно. Бля, обидно. И целый ЛКХМ, целый ЛКХМ, допустим, да, ты же будешь вести никто другой. Типа, ты, типа, основа, типа, этой гильди, то бишь, на тебе это все сейчас держится. То бишь, ты должен водить основные рейды. Никакой, твой, не бой, никто, а именно ты. Ну, смотри, так основной риск останется. Все сейчас играют, тут некоторые люди, ради тебя, не ради меня, даже меня не знаю, там. Ваня, типа, либо Бойт, им там по школу, по столько. Типа, ты собрал вот эту всю компанию, типа. То бишь, все держится на тебе. То бишь, основные рейды должны быть тоже на тебе. Вот так, вот смотрите, и сам хочешь. И ты собираешь два рейды собирать, а Бойт говорит, типа, ну, я сводим согласен, я еще раз повторю. То, типа, он, типа, да не тоже заслужил, он, типа, в мейный состав входит основным персонажам. Которому он полезен, сильным персонажам, который одевался на нашей идее. А вторым персонам он хочет подсобить. Осталась проблема только с этим ЕП. Придумай, как ты хочешь распределить ЕП, и все. Если тебе вот эти все варианты не нравятся, просто сам придумай, как это сделать. Два рейда готовы, будет готов входить в второй рейд, типа, ну, придумай себе ЕП. У тебя просто задумайся ЕП. Что будут люди получать больше ЕП некоторых. Дайте слово. Вот мне, я скажу. Получается, смотри. Руку поднял? Руку поднял? Руку поднял? Руку поднял? Руку поднял? Поднял? Руку поднял? Да нет, смотри. Я вот тебе предлагаю такую ситуацию, допустим. Ну, грубо говоря, там, в такой-то день РТ приходят люди. Пришло там, допустим, 35 человек. У нас СЛК стоит на другой день. То есть в один день СЛК два штуки не соберут, потому что у нас людей не хватит. Второе соберут, потому что есть вторые персонажи у некоторых. Но, допустим, РЛ набирает рейд. Он решает, кто с ним идет. То есть тот, 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 тот. Ты сам найдешь, остальные приходите во второй рейд. Чел такой говорит, бля, я во второй рейд не могу прийти, я там завтра на сутках на работе и там т.д. и т.п. Он говорит, ну хорошо, тогда пошли сегодня. Такой, ну если ты нахуй завтра онлайн типа будешь, но ты мне наебал, то я тебе минусую нахуй то, что ты пришел. Ну, понял, да? Типа он говорит, я завтра не могу, хочу сегодня. А он такой хуяк завтра заходит и играет. Эту хуйню чекают и минусуют ему все ип за то, что он типа наебал. То есть человеку приходится либо идти в этот рейд, а если он наебал на самом деле, то ему просто не за хуйню приходится. Ну то есть в этом плане. То есть в разных ситуациях. И играет людей, кто ему нужен в первом рейде. Все, вот ты пришел, сформировался рейд, говорит, все, приходите завтра. Все остальные ловнулись, либо пошли там, блядь, своей друг хуйней заниматься. И все. Смотри, проблема основная в чем. Я ж не против второго рейда, пусть он будет, но без ип. Потому что с ип это будет автоматически неравенство. Все. Чтобы вы не говорили. Ну а, ну просто типа с второго рейда. С вашей стороны вы хотите замотивировать людей. Слушай, слушай, слушай. Подожди, неравенство, потому что первый рейд закроет двенадцать боссов. Айди, я придумал, я придумал. Слушай внимательно. Они за первый рейд лутают пятьдесят проценты вип на замене. И чтобы получать сто процентов вип, они приходят в следующий рейд, и там еще пятьдесят процентов лутают. Трюха, а те, кто в первый раз были, твином пришли во второй рейд, что они будут сто пятьдесят лутать. Я уже не знаю, что придумал. Ну вот то же самое, да. Потому что оно так и будет. Смотри, на самом деле у нас сейчас тоже не особо все честно. Потому что люди, которые в первом рейде, а не которые в рейде именно, не на замене, они получают IP, но они могут его потерять. А те, кто на замене, они потерять не могут. Даже, ну, они же не слакают и не могут слакать на замене. Так что... Ну... Да не пусть слакать. Это уже чисто обидуально. Ну, это, конечно, да, но все равно тоже... Все супер честно, ты никогда не придумаешь. Всегда будет что-то, ну, какие-то косяки. Типа, ты можешь поставить, поставить, к примеру, 120% ЕП за второй рейд. Потому что они закроются на фу, я уверен. Если закроются, то, ну, честно, постарались, убили, молодцы. А как в других гильдах, вот этих экзалов, всякие мэнзы, где... Да, короче. Они как вообще делают? Если будет здесь человек, то ни к чему не поведем. Вот давай поочень. Мы не в другой гильде. Мы в этой гильде. Саня тут охотит. Я не хочу, что они что делать. Я хотел спросить просто, как они... Там просто, там все в равных условиях. Там не пришел. Пошел, пошел нахуй, типа, все там... Я просто уже, как бы, ну, во многих гильдах было. И в этом, вот эта проблема, она везде. Но она везде, эта проблема. Никуда от нее не деть. А еще есть проблема... Я в ту морвелах сижу во второй гильде вечером, да? Я вот захожу на замену, да? Мне за первый рейд лутают, типа, если у меня нету твенка, за второй рейд не дают, типа. Потому что я бесполезный один без сваж. То бишь, чтоб мне не увеличилось ЕП. Они делают так. Понимаешь? Они дают полуполовину ЕП. Если у них нет перса, типа, короче, они дают у этого половину. Второй вот этот. Вот выводят два перса, я ему даю 100% ЕП. У них это мотивируется, то бишь, у них мотивируется... А если нахуй чили, которые это... Допустим, вот сидит девочка на ДЦ, я вернулся на ДЦ, типа, они ее попросили на хпала. Она сделала хпала. Она может себе позволить. там потраченное время мотивируется я пытаюсь сделать шутки по короче стиле типа либо печатаем типа ну делаем два рейда и вот допустим это последний вариант короче по 50 процентов у той на зале и у нас тут и во втором виде еще 50 процентов хотят типа 100 процентов и по пучей какая будет у них мотивация это мой последний вариант который мог придумать адекват а у меня вопрос хорошо тогда ситуацию такой человек сидит на замене и у к эта шмотка понадобилась или он заходит в основной штаб ему добавляется и по или как здесь он ломит когда он сто процентов и по получать соответственно конечный но это рассчитайте ну типа например я иду налича одного слове когда до этого мне давали 50 процентов ну ты вот я просто мы только что про это говорили если что в дике меня вот этот вопрос перед тобой задал о я уточняю слышу конечно ты силуешь киде ты получаешь 100 процентов и по зависит женёк диван про не женёк станка тоже шаклона начинку потеряешь объем судить или а потом метать летофоров бить боя впервые эти люди ну давай бить вами Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. 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 барабан не пристаскивать баф друида это мне сперкнулся прям в танк ну сейчас все пробегать будем просто бежим я просто шмот одел надо либо рейд либо обсуждать как бы мне еще вот не другое у меня тут дома из разговаривать все нормально это просто сейчас прыгнешь шмот наденешь просто на себя мобов заберешь сейчас пробегать будем подбегут эти мы подожди сейчас до конца просто пробежим я там с собой пожертвую женек пожертвует собой вот что пожертвует всех подождем по нам из себя с шаклон на себя с с и ним часто дожди либо в смысле дали столик только быть и готовы закинул на вас вот так вот так и буду убегать в обратную сторону меня смотреть за музыки готов и готовить избежать я побегу 1 беги я появились 321 1 понеслась все на меня согрелись я убегаю в обратную сторону сторону где там оба супер быстро еще будет ничего главное чтобы добежали все добежали вроде да ну все падает все на тут порядка Вставайте, Локи, давай Маслес. Не знаю, там у Фиксфрика танк есть? Женька, да, у нас все так же хуево. Шкаф, че вы стоите? У Буревестника есть, но у нас шамана не будет тогда. Я думаю, Паша 2кд может принять. Ну, это у него надо, конечно, спросить, но думаю, он не против. Да, кстати, Женька можно на босса спекнуть. Просто я этих киздюков не могу собирать, у меня лужа 3 секунды, там паладином попроще, наверное. Убирается воля мертвых, убирается, и если прокачан удар в сердце, усиленный удар смерти, убирается вот эти вот обилки. Ну, в прямом, она не нужна здесь, и лужа вперед. Короче, Буревестник, ты готов пересесть на одного босса чувства? Вот на этом. Сделай там у е-билд, чтобы этих пченцов собирать. Паш, можешь скинь таланты, и этот, мы тебя засмоним, я тебе помогу раскидать. Только возьми символ на... А ты, в принципе, все символы можешь взять на ОЕшку. Возьми символ на болячки, возьми символ на этот, на... Блядь, как его? На лужу и на мор возьми. Хорошо. С 5 крита никто не дает, да? А не пойдет на ОВП-шный билд, как этого обычного анхолиша. Скинь, скинь таланты, я тебе помогу раскидать. Все, там, сейчас. Заходи. Просто и залети, возьми этот обязательно на лужу, на болячки возьми. И на этот, и на мор. Чтобы было. На болячки там, по-моему, символ, который... Короче, я понял, отдельный, нахуй, спех, чисто по правилам. Надо этот, слышишь, там есть какой-то символ, который при использовании мора обновляет болячки. Он этот символ, не помню, как он называется. Он стандартный, почти всегда ставится. Да, болезнь, вот символ болезни. Короче, символ болезни на лужу возьми обязательно. И, ну, какой-нибудь один пох. Может, тоже что-нибудь олешь на поместье. Куда? Можешь на зеленку взять какую-нибудь, чтобы быстрее кулануть. Или кровь-вампира больше, чтобы работал. Хотя, наверное, в данном случае зеленка будет профитнее, чтобы быстрее стаки скидывать. Где, Саш, посмотреть билд? А, да, ты можешь посмотреть через... У меня, посмотри, первый мой билд. Да, да. Угу. Только этот... Там тоже можно пару талантов сделать. Еще. Та-да, до встречи. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...